КМП или Kill Me Please? Слишком жесткий формат и вы требуете КМП истории с хорошим концом. Я нашел такие истории. Это топ-подборка с подслушанно, с тегом добро. А будет или нет продолжения, зависит только от вас. Необходима активность в виде лайков и комментов и новой рубрики быть. Ехал в автобусе, жара, пробка. Почувствовал сзади прохладный ветерок. Думал, что уже глючит. Повернулся, а на меня девушка дует и улыбается. Спасибо, мне стало лучше и приятнее. Перед нами вчера случилась авария. Папа побежал вытаскивать людей из машины, а когда вытащил мужчину, тот попросил ключик на 10, после чего достал из машины котенка. Так и простоял до приезда скорой, гладя котенка. Муж выгнал из дома, выбежала от него, в чем была. Стою на улице в одних шортах и майке в минус 2. В общем, подбегает ко мне бомж, снимает с себя рубашку и протягивает мне со словами «Возьми, она не грязная, просто потная». А я думала, что больше нет добрых людей. Сегодня сломал руку, с велика упал. Поднявшись с колен, я увидел девочку, она помогла мне встать и довела до дома. Девочку зовут Маша, ей 7 лет, а мне давно не 20 даже. Пару месяцев назад подарил девушке-кассирше в Макдаке 3 тюльпана. Сегодня случайно попал в ту же кассу к той же девушке. Обнаружил в пакете два гамбургера вместо одного. Сегодня пошел на собеседование. Во дворе, где был офис, живет дедушка, который случайно закрылся в квартире. Позвал меня, чтобы я открыл его снаружи. Помог ему, а компания, в которую хотел устроиться, оказалась лохотроном. Всегда в общественном транспорте, незаметно подставляя ногу под колесо детской коляски. Если стоит рядом, и такой типа невидимый герой. Спи спокойно, малый, я посторожу. Стою в пробке, открыла окна, слушаю на полную катушку Стинга. Чувствую, кто-то смотрит. Поворачиваю голову, на тротуаре парень стоит и смотрит на меня. Увидел, что я повернулась и начал танцевать. Потанцевал, улыбнулся, махнул рукой и дальше пошел. С месяц назад у меня потерялась собака. Бегала по дворам искала. У всех спрашивала, не видели ли. Все смотрели, как на сумасшедшую. А к трем уборщикам, не русским подошла. Спросила, так они ее вместе со мной по соседним дворам искали. Регистрирую пассажиров на авиарейсы. Всегда сажаю красивых парней и девушек рядом, если они летят по одному. Выбираю по внешнему виду. Нравится думать, что подходящие люди познакомятся друг с другом. Когда ехал на учебу, высыпал всю мелочь бабушке у метро. Когда ехал обратно, понял, что не хватает на метро. Ночевал на лавке. Ничуть не жалею, как вспоминаю ее глаза. Ехала сегодня в поезде. Дорога всего три часа. Не стала брать постельное. Пути заснула и очень замерзла во сне. Аж стрясло. А потом чувствую, тепло стало. Это мой попутчик. Сходил за пледом и накрыл меня. Аж до слез. Обо мне давно так никто не заботился. Очень хочу помогать людям. Лечить их в реальной жизни. Но у меня нет такой возможности. Именно поэтому в онлайн играх я играю за лечащий класс. В моем подъезде ремонт. Его делают какие-то таджики. Веселые такие парни. Работают сутками. Даже не знаю, когда успевают поесть и поспать. Сегодня испекла пироги. Налила чаю. Расставила все на подносики и принесла им. Устроили таджикское чаепитие на полу в подъезде. Как-то в метро на эскалаторе надевала куртку. Довольно неудобно это делать, когда народ со всех сторон толпится. Так вот, наблюдая мои мучения, мне помог парень сзади. Придерживал ее как пальто в театре. Было невероятно приятно и удивительно. Возле метро увидела бабулю, которая продавала ландыши. Оставался последний букетик, а время было уже где-то 23.00. На последние деньги купила у нее цветы и говорю. Все, бегите домой, а то поздно уже. Она с грустными глазами махнула рукой. Оказалось, у нее нет дома. Я аж сплакнула. Завтра куплю ей еды. Стояла на остановке, автобус ждала. Куча людей и два неприятных типа разговаривают на своем языке. Ну, думаю, как обычно, обсуждают похабщину. И тут подходит ко мне женщина такой же неславянской внешности и говорит. Девушка, я понимаю их язык. И они хотят у вас телефон украсть. Закройте сумку. Спасибо, женщина. Ехали сегодня с мамой в машине. Встали в пробку. И тут к нам сбоку пристраивается фургончик с мороженым. Ну, мама, возьми в шутку, да и покажи типа. Дай мороженку. Так мужик взял, вышел из машины, открыл дверцу, достал мороженое и угостил нас. Денег не взял. Добрый мужик. Стояла поздним вечером на остановке. Маршрутки все нет. Начинается ну просто жуткий ливень. А зонта нет. Мокну. До слез холодно. Вдруг подходит мужик. Зэковского вида. Я пугаюсь. Мало ли что у него в башке. А он просто открыл зонт и держал его надо мной минут 20, пока не закончился дождь. Когда переписываюсь с друзьями ВКонтакте, то пишу как хочу. С ошибками и без знаков припинания. Но когда переписываюсь с двоюродным братом, который еще учится в школе, то стараюсь писать грамотно. Готовлю будущее поколение. Вчера помогла незнакомой бабушке снять деньги с банкомата, хотя торопилась очень. И вот сегодня стою на остановке, начался дождь. Сильный дождь. Я естественно без зонта. Подходит ко мне вдруг женщина незнакомая, открывает зонт и берет меня к себе в укрытие. Тебе же мокро, говорит. Доброва возвращается. Сегодня ехала в тралике. И на одной остановке со мной зашел мужичок, у которого в руках была ворона со сломанным крылом. Всю дорогу он ее гладил и успокаивал. Сказал, что в ветеринарку везет. Она сидела прямо у него на ладони и даже не рыпалась. Холостяк. Целую ночь был под дверьми щенок. Оставил на ночь, привязался. Пес начал задыхаться от кашля. Оказалось, аллергия на табак. В итоге бросил курить. Подарок свыше. Одному мужчине у нас в деревне перебежал дорогу лось. Он был очень близко. И мужчине ничего не оставалось, кроме как сделать выбор. Либо сбить лося, либо скатиться в кювет. Автомобиль перевернулся три раза. Итог. Машина ремонту не подлежит. На мужчине ни царапины. Лось жив. Ехала сегодня в такси на работу в 6 утра. Попросила остановить у кофейни. Подумала, что неловко в такую рань дразнить таксиста с заманчивыми запахами. И купила кофе ему тоже. Мелочь. А приятно и мне, и ему. Я работаю кондуктором в троллейбусе. Когда иду собирать деньги за проезд, то внимательно смотрю на людей. И если вижу малообеспеченных людей, не беру у них денег. А прохожу мимо. Будто не заметила. Пытаюсь творить добро таким способом. Сегодня в институте ко мне подбежала уборщица, чтобы посмотреть, есть ли у меня кот под крышечкой от газировки. Говорит, что очень хочет выиграть ноутбук. И подарить внуку. Решили всей группой принести ей такие крышечки. Как-то ехала в автобусе. Мест не было. Пришлось стоять. Ну, значит, еду, еду. И тут мне уступает место какой-то мужчина со словами. Вот вы сейчас тут сядете и улыбнетесь. Если нет, то я вас выгоню. В комнате летает муха. И все около уха. Большая. Убить легко. Взять газету. Но поняла, что жалко убивать. Открыла дверь и просто прогнала ее, не убивая. Я сохранила жизнь мухи. Круто. У нас в подъезде в коморке консьержа уже лет 10 живет таджик Шухрат. В простонародье Саша. Дворничает, моет полы и лифт. Носит бабушкам еду из магазина. Кладет деньги на телефон по просьбе. Весь подъезд носит ему всякие ништяки. От еды и одежды для его детей до фотиков и велосипедов. Собственно, последние два артефакта подарил мой отец. И вот после очередной летней поездки домой, Шухрат папе привез кинжал ручной работы. Смешной, дешевый, в лаковых ножнах. А на лезвии надпись. Пуст на память. 2014. А в жизни не видела, чтобы отец так улыбался. Купил сегодня ящик мороженого детям во дворе. Такой искренней радости я не видел никогда в своей жизни. Необычно. Всегда ношу с собой в сумке небольшую мягкую игрушку. И когда оказываюсь рядом или еду мимо плачущего ребенка, то вручаю ему с улыбкой маленького мишку, и он перестает плакать. Мне 30 лет, детей нет, мужа тоже. Сегодня в супермаркете видела, как парень, отоваривавший две тележки продуктов на кассе, подарил всем в очереди по шоколадке. Компенсация за ожидание, так сказать. Люблю ходить на пляж и трясти жиром в открытом купальнике, тем самым повышая самооценку девушкам, которые считают свою фигуру плохой. Вот такое я, жирное добро. Сегодня подошла к пожарному, чтобы узнать дорогу. Так вот он со словами, «Да это же наша вотчина!» Посадил меня в пожарную машину, вместе со своей бригадой довез меня до места. Видели бы вы лица случайных прохожих, когда я вальяжно выходила из машины, а пожарную любезно подавал мне руку. Понял, что в аптеках работают добрые люди, когда фармацевт предложил воды, чтобы запить обезболивающее. Есть привычка. Прошу телефон у знакомых, мол, позвонить надо. А сама в календарь на числа вперед пишу всякие няшности, типа «Все хорошо, улыбнюсь, хорошего дня!» Надеюсь, что ему приятны такие неожиданности. Всегда уступаю место в маршрутках толстым, потому что если автобус резко остановится, пострадают многие. Чувствую себя супергероем. Несколько раз в жизни я подходила к слепым людям, брала их за руку, провожала до нужного им места и рассказывала про окружающих мир, про мелочи вокруг, про людей. На прощание разрешала потрогать свое лицо, чтобы они познакомились и со мной. Ехала вчера на троллейбусе, встали в длинную пробку. Кондуктор. Закрывайте глаза, мои хорошие, стоять будем долго, можно и поспать, а я вас потом разбужу. И все сразу расслабились и заулыбались. Лучший в мире кондуктор. Весь последний год, если ем в фастфудах, то заказываю детское меню с игрушкой. Съедаю, а игрушку отдаю детям, которым родители не купили детский набор. Очень люблю радовать детей. Каждый раз при выходе из транспорта проверяю спины впереди стоящих на наличие всяких ниточек, волос и прочего. И не стесняюсь их убирать. Нравится думать, что я помогаю людям быть красивыми. Мой брат в такой суровый рокер в черной одежде, когда едет на байке и видит торчащую из окна другой машину руку, кладет в нее конфетку. Мне 20 лет. Я подрабатываю уборщицей в огромном супермаркете. Недавно, когда я мыла пол, ко мне подошел дедушка со словами «Спасибо вам за чистоту. Я знаю, какой это труд. Сам мыл полы 20 лет». И поклонился. Как же меня затронула его похвала. А тем более поклон. Я заплакала. Еду с ребенком в метро и наблюдаю такую картину. Сидит женщина, прилично одета, и ее буквально мотает из стороны в сторону от недосыпа. Рядом с ней сидел мужчина в возрасте. Он предложил женщине прилечь на его плечо и сказал, что разбудит ее на нужной ей станции. Ехала сегодня в трамвае на максимальной скорости. Вдруг он резко тормозит, и люди чуть бы не посыпались вперед. Водитель вышла с трамвая и через несколько секунд зашла. Все же «Кто? Что? Кого?» А она отвечает. Котенок сидел на рельсах, убрала. Ни у кого возражений не было. В детстве у нас с друзьями было такое хобби. Мы находили бездомных кошек и собак, мыли их, кормили, а потом ходили по домам, стучались в незнакомые квартиры и предлагали животных. И знаете, их часто забирали у нас. Сейчас я волонтер в приюте для бездомных животных. Мне дико нравится подслушанно. Надеюсь, и вам тоже. Поддержите новую рубрику комментом. А кому не хватило жести, тот может смотреть КМП.